Поговорим про финишное покрытие пола. Какие здесь есть хитрости дизайнерского ремонта? Во-первых, современные требования говорят нам о том, что никаких ступенек, никаких порожков, ничего заметного не должно быть на полу в одной квартире. Почему появляются ступеньки и порожки? Потому что у нас в одной квартире появляется разнородное финишное покрытие. В санузлах мокрых зонах у нас плитка, керамогранит, который в основном имеет толщину 9 мм. В других комнатах, допустим, у нас паркетная доска, которая имеет толщину от 15 мм. И если у нас рабочие выровняли стяжку в один уровень, без учета толщины финишных покрытий, мы получим обязательно пороги. Либо бывают моменты, когда эти вещи пытаются учитывать, но, к сожалению, ошибаются в расчетах или ошибаются в нанесении отметок. И поэтому все равно появляются такие у нас заметные стыки и ступеньки. Поэтому, чтобы избежать таких последствий, я рекомендую воспользоваться моим опытом. Сначала я всегда настилаю основное покрытие. Что это такое? Это коридор гостиный. Как правило, это ламинат, либо это паркетная инженерная доска, которая занимает большую часть квартиры. И к нему с разных помещений примыкают такие островки. Это туалет, это ванная, это кухня, допустим, рабочая зона. Там, как правило, люди привыкли выкладывать либо кварцвиниловую плиточку, либо керамогранит, конечно, который имеет другую толщину. Так вот, сначала мы выкладываем основное деревянное покрытие по всей квартире, а потом уже к нему пристыковываем вот эти островки. Только таким способом мы сможем избежать всяких рисков. Мы сможем уложить плитку таким образом, играя на плиточном клее, чтобы она подходила миллиметр в миллиметр к основному деревянному покрытию.